Это монитор, который я два раза купил и могу два раза продать. Авито доставка расколбасила мой монитор, но это лишь малая часть его удивительных приключений. Я взял этот монитор, налепил несколько слоев пупырки, убрал его в хорошую коробку и в пункте боксбере мы накидали туда огромное количество бумаги и пупырки. Ничего не предвещало беды, но случилось то, что случилось. Монитор отлично так поехал к покупателю и в тот же день пришло уведомление, что никуда он не поедет, потому что заказ отменен. А заказ отменен, потому что у боксбере что-то протупило и они не передали в Авито, что я его отправил. Такая вот фигня. Но ничего страшного. Монитор поехал в сторону покупателя, хотя должен был вернуться. Через две недели он оказался в городе у покупателя, где его развернули и отправили обратно ко мне. Я потерял еще две недели, то есть уже суммарно месяц ожидания. И в тот же день, когда монитор вернулся ко мне, я его заново переотправил покупателю. Покупатель заново оплатил заказ, все было хорошо. Через две недели покупатель получает коробку и отказывается от нее, потому что монитор в хлам разбитый. Еще две недели он возвращается ко мне назад. Я его получаю и оцениваю ущерб. Значит, они полностью расколбасили ножку. Настолько ее расколбасили, что я ее практически сразу выкинул. Восстановлению она не подлежит. Там все перегнулось и отломалось крепление. Также на самом дисплее есть две не совсем страшные, но в то же время довольно значительные проблемы. Маленький дефект здесь снизу и еще вот здесь снизу. В общем и целом, монитор прекрасно все показывает. Им можно пользоваться и с двумя маленькими дефектиками реально смириться. Особенно, если сделать на него хорошую скидку. Авито деньги полностью вернули. По крайней мере, ту сумму, которую я за монитор просил на Авито. С одной стороны, Авито доставка это круто. Получатель получил разбитый монитор и от него отказался. Деньги к нему вернулись на карту в тот же день. Я как покупатель лишился монитора по вине службы доставки. И я тоже получил свои деньги назад. То есть Авито доставка отлично отработала. Но только одно но. Это но сроки. На самом деле, мне даже как-то не очень комфортно называть такие сроки. Но монитор я первоначально отправил где-то в конце апреля. А деньги получил в конце августа. В принципе, ничего страшного. Просто неприятно за потерянное время. Самое главное, это результат. У меня есть почти рабочий монитор. И у меня есть деньги, за которые я его хотел продать. Но на самом деле, все эти приключения с Авито доставкой, это лишь малая часть удивительных приключений этого монитора. Я купил его в январе 2018 года за 16 с чем-то тысяч рублей. Но когда я его принес домой, оказалось, что у него вот здесь вот сверху такое вот нехорошее зеленое пятно, которое видно только на черном фоне. Я отнес монитор по гарантии, его 20 дней там мурыжили. После этого мне вернули полную сумму. За эти 20 дней монитор подешевел на тысячу рублей. А самое-то главное, мне первоначально дали за него 5000 бонусов, которые я потратил. И когда я покупал его во второй раз со скидкой в 1000 рублей, мне дали еще 3000 бонусов. Таким образом, я получил чуть ли не 50% скидку на весь этот монитор. Офигенно, чё. Дальше я им пользовался, он меня полностью устраивал. Но в какой-то момент захотелось тоже 21 на 9, но уже не 29 дюймов, а 34 дюйма, которые 3440 на 1440. И вот я его купил, а этот нужно было продать. Но я отвечу на вопросы, которые у вас гарантированно сейчас появились. Первый. Это какой умалишенный вообще будет покупать монитор через авито доставку? И какой умалишенный вообще будет его продавать через авито доставку? На самом деле, таких очень много. И это лишь один из трех мониторов, которые я продавал через авито доставку. Остальные два доехали в целости и сохранности без каких-либо происшествий. Второй вопрос. А как себя вообще обезопасить? Во-первых, сделайте качественные фотографии монитора до продажи. То есть, чтобы вы могли доказать, что с вашей стороны монитор уехал целым. То есть, не стоит выставлять фотографии из интернета, какие-то чужие. Это должны быть в объявлении ваши оригинальные фотографии. И на них должно быть видно, есть ли какие-то дефекты на мониторе. Очень желательно сделать хорошие фотки. Серьезно. И покупатель обрадуется. Потому что он увидит живые фотки. А не какую-то там ерунду из интернета. Во-вторых, просто постарайтесь отправить монитор в оригинальной заводской коробке. В ней уже все предусмотрено для того, чтобы этот монитор доехал от производителя до вас в целости и сохранности. Но если оригинальной коробки нет, тогда придется, конечно, извращаться с пупыркой, с бумагой и с прочими упаковочными материалами. Самое главное, чтобы все эти упаковочные материалы плотно набивали коробку. И по опыту вам скажу, что никто не будет обращать внимания на вот этот вот скотч осторожно-хрупко и на какие-то особые наклейки. Их клеят, за это просят дополнительные деньги. Но почему-то никто в службе доставки на них не обращает реального внимания. Вашу коробку будут швырять точно так же, как и все остальные. Просто пинает ее ногой в мою сторону. По полу ее ворочит. Там наклейка осторожно-хрупко. Ну и третий вопрос, который точно есть. Это авито-доставка вообще зло или добро? Можно ей пользоваться или нельзя ей пользоваться? Ну а что бы нельзя, пользуйтесь. Хороший сервис. Самое главное, он работает. И он дает гарантии и покупателю, и продавцу. Not sponsored by Avito. Пишите в комментариях свои удивительные железные истории. И также говорите, интересно ли вам вообще слушать что-то подобное. Потому что историй у меня еще много. И в принципе их довольно легко рассказывать. И мы с вами можем делать это чаще. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Фигачите в колокольчик. До новых встреч. Пока.